Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас будет представлен к обзору Caravan Swift Sprite Major 4FB. Данная модель у нас не впервой. Это очень замечательный вариант каравана с французской кроватью и, соответственно, с полноценным санузлом в данных размерах. Караван 2013 года, стоимость 1 миллион 132 тысячи рублей. Состояние просто великолепнейшее, весь беленький. Хранился, судя по всему, где-нибудь под навесом, потому что нет присущей, скажем так, в Британии желтизны. Очень прям радует глаз данное предложение. Здесь у нас используется комбинированный котел Трума, работающий как от электричества, так и от газа, соответственно. И он же выполняет функцию бойлера. В данном караване установлена насосная станция. Великолепное просто техническое состояние. Сцепная головка Alka с тормозом накатного типа. 13-ти пиновый разъем. В багажничек у нас предусматривает установку двух газовых баллонов, встроенный редуктор Трума, подоконничек, скажем так, выше всяческих похвал. Действительно, очень великолепное состояние. Но я думаю, что и камера передаст вам внешний и внутренний вид данного каравана. Очень хорошее просто состояние. Великолепные темные пакеты. Возможность установки палатки с любой из сторон. Сейчас, скажем так, есть некие проблемы с поставками по палатке. Надеюсь, в скором времени разрешатся они. Так, у нас туалет Тетфорд Т-250 с поворотным унитазом, с отдельным бачком смыва. Здесь оригинальные наклеечки. Слив серых вод. Оригинальные литые диски у данного каравана. Шины без нареканий. 185R14C полнопрофильные абсолютно. Рама, можете обратить внимание, беленькая и чистенькая. Полы ламинированные в данном караване. Задняя часть холодильника. Место подключения 220 вольт. И собственного аккумулятора, соответственно. Трумок ультроплоу. И выхлоп комбинированного котла. Трумок. Также у нас находится по правой стороне. Стекла у нас в данном случае маркированы. Пробуем. Вот так вот, я думаю, там будет видно. Все-таки хочу заметить, что маркировка стекол в караванах, это как колхоз в Советском Союзе. Дело добровольное. То есть, хотите, маркируете. Маркируют эти стекла Крис. То есть, вы можете ставить на учет караван. Можете не ставить. Есть вот такой вот, скажем, нюанс в Британии. Так. Закладная для палаточки с левой стороны. Также без каких-либо задиров и нареканий. Беленькая. Чистенькая. Литые диски. Также оригинальные шины. Такие же. Рама задняя часть в великолепном состоянии. Вес в данной конструкции 1 тонна 80 килограмм. И очень-очень-очень замечательный, красивый интерьер. В передней части каравана вот такой вот полутораспальный диван. В разложенном состоянии получается метр пятьдесят на два. Тумба быстросъемная. Тумба с таким вот столиком. То есть, можно быстро организовать небольшую такую зону для покушать. Назовем ее. Здесь у нас выведена розетка 220 вольт. Плюс зарядные для USB каких-то потребителей. То есть, такой он прям свифтик. Очень красивые используются шторы в интерьере. Они такие, как атласная ткань. Блестящая. Ковер передаст или нет. Также у нас передние окна идут с фольгированными и москитными сетками. Большое панорамное окно передней части каравана может быть прикрыто фольгированной частью. Москитки на нем нету, потому как оно не открывающееся. И большая, хорошая французская спальня. Место. То есть, здесь у нас метр девяносто пять на метр сорок пять. Есть небольшой скос. Любовь и голуби подарила нам вот такое вот окошко. Можно накормить тех, кто прилег отдохнуть. Замечательные очень фасады. Такие достаточно уютные, домашние, я бы их так назвал. Интегрированная кухня у нас представляет собой вот такую столешницу. Плюс трехкомфорочная газовая плита Тетфорд. У нас она с автоматическим поджигом. С газовым грилем. И духовым шкафом, соответственно. Состояние, я думаю, вы увидите сами. Тетфорд холодильник. Холодильник у нас работает от электричества, от газа. И двенадцати вольт по тринадцати пиновому разуму, соответственно. Место для хранения кухонных принадлежностей. Сушилочка. Здесь мы можем увидеть газовые краны. На дверце все подписано. Какой из кранов отвечает отдельно за газовый потребитель. Так, над столешницей у нас есть куча также полочек. Плюс сушилка для тарелок и кружечек. То есть, в принципе, очень хорошее расположение. При наружных габаритах небольших в караване есть, скажем, все. Все великолепные фасады, вещевой шкаф скошенный под французской кроватью. Очень много места для хранения каких-либо вещей. Но хочу ваше внимание обратить все-таки на то, что если мы грузим, грузим только ближе к оси. Заднюю часть каравана не рекомендуется грузить, как и, в принципе, любой из прицепов. Поворотник у мета Стэдфорд с компрессом его. Все шевелится, все работает. Вот такой у нас здесь есть умывальничек. И душевая кабинка. Душевая кабинка с оригинальной свифтовкой плеечкой. Поддон в состоянии без нареканий. Скажу так, что, конечно же, достаточно компактная, но помыться вполне себе. Скажем так, это не комбинированный туалет, которым придется после того, как вы приняли душечку и помыть унитаз. Но, скажем так, очень-очень все комбинировано, очень все в рамках. Так, что у нас есть еще в зоне жилой? Это есть стол штатный. Он на своем законном месте. Местные подсветочки есть у нас и над кроватью. Все работает. Здесь еще используются в большей степени обыкновенные галогеновые лампы. Так что для экономии потребления электной энергии рекомендуется, конечно, не заменить на диоды. Причем, что на сегодняшний день это не повлечет за собой каких-то там серьезных забрат. Ну, допустим, на зоной кухне уже используются диоды. Что касается оборудования. В данном караване у нас используется вот такой вот уже модуль. Это присущий SWIFT-AM блок управления. Что мы на нем видим? Общая кнопка включения питания независимо от источника. Это аккумулятор или 220 вольт. 220 вольт подтверждается сразу. Вот такой вот индикации. То есть там караван сейчас подключен. Будет подключено к 13-пиновым розетке. И будет автомобиль работать. Загорится индикация в автомобиле. Соответственно, помимо индикации степени понижения входящих 220 вольт будет еще видно на этом мониторчике степень подаваемой зарядки от генератора автомобиля. 13-пиновый разъем позволит нам заряжать собственный аккумулятор плюс работа холодильника от 12 вольт в пути. Комбинированный котел комби. То есть работает он у нас как вот электричество. 1800 ватт, 900 ватт, газ. Это у нас идет комби. То есть по выбору приоритета газ или электро, чтобы вы не замерзли. Также, соответственно, 900 ватт плюс газ и 1800 ватт плюс газ. Такие индикации. В данном случае мы можем включить определенную какую-то температуру. То есть вот электричество мы включаем в котел. Здесь желтенькая индикация и здесь желтенькая индикация. Говорит нам о том, что используется электричество. Если появляется какой-нибудь из красных индикаторов, говорит о том, что есть какая-то ошибка. Все это работает. Можно. Газа, к сожалению, нет. То есть на пламени сейчас он не заведется. Но могу сказать, что котел такого плана, наверное, один из моих таких приоритетов сухих отопителей. Сам котел находится у нас под правым передним диваном. Здесь же у нас находится и Swift Commander, блок питания. Вот котел, вот насосная станция. Активируется она нажатием кнопочки Water Pum на общем дисплее. Думаю, что вы прекрасно слышите, что она жива и здорова. Потом желтенький у нас флажок вверх говорит о том, что слит сейчас у нас бойлер. То есть это положение вверх. В любое положение, вправо или влево, уже, скажем так, начнет работу подачи воды. Так, здесь у нас зарядное устройство для аккумулятора. Это активация котла, то есть отопление и вода, и, соответственно, 12 вольт. На каждой из источников есть автоматы для 220. Здесь предохранители, отвечающие за 12-ти вольтовое оборудование с понижающего вот этого блока. Вот он сам, понижающий блок. Так выглядит, многие спрашивают, как это выглядит. Здесь у нас есть по предохранителям весь ликбез, какой за что отвечает. В принципе, повторюсь, наверное, из компактных караванов на две стороны, так называемых, один из таких ликбинчиков. Вот такой у нас караван был. Человек купил. Он имеет свой блог на ютубе. Вы можете посмотреть, человек оборудовал такой караван собственным уже баком для воды. Ну и, в принципе, там, скажем так, есть, что глянуть. Вот здесь, слева, под диваном, в передней части каравана, также размещается пакет предохранителей, который отвечает за работу 12-ти вольтового оборудования по 13-ти вольтовому разъему, соответственно. То есть, разнесено у нас, скажем так, разнесены предохранители, которые работают от подачи 220 на... И также 13-ти вольтового. Пакет документов здесь есть, со всеми инструкциями. Он останется. Все маркированный, даже вплоть до винт-номера, скажем так. Что хотелось бы еще сказать по данному каравану. Стоимости этих караванов, к сожалению, дешевле не будут. Ну и, в принципе, будем стараться все-таки сделать караван более доступным, в отличие от некоторых, скажем, диванных экспертов, которые вам формируют цену от Балды. И есть определенные рамки, есть определенные правила, которых мы придерживаемся. Ну и, скажем так, готовы все-таки пока продолжать работать в этих реалиях. Давайте подытожим. Караван 2013 года. Swift Sprite 4FB моделька называется. Очень хорошая, не первая, я надеюсь, и не последняя на нашей площадке. Стоимость 1.132.000. Смотрите нас в инстаграме Авточоис Псков. Смотрите нас на сайте авточоиспсков.ру. Ну и, соответственно, на канале YouTube. Благодарю вас за внимание. И до новых обзоров. Завтра, послезавтра все идет. Так что обзоры будут. Спасибо и до новых встреч. Спасибо.